Добро пожаловать на Самое светлое, самое веселое реалити-шоу Блондинки в загоне 3 А еще это шоу самое элегантное Ведь в нем участвуют красотки Которые претендуют на звание Супермодели года Победительница получит невероятный приз Миллион, спрятанный в чемодане Из борьбы уже выбыло 5 участниц Любая из оставшихся может выиграть Сегодня блондинок ждет Очень тяжелый день У ведущих снова есть претензии К дисциплине неугомонных блондинок Но этот разговор они решили Оставить на вечер Сейчас пора начать первое испытание Модель может оказаться В любом месте на земле Даже на необитаемом острове Смотрите, вот, пожалуйста, океан Чем вам не пальмы Ну и, конечно, вы знаете Что на необитаемом острове Сложно добыть себе еду И сегодня вы будете добывать Кокосы, да Кокос я никогда в жизни не разбивала Я в жизни этого не делала Я никогда в жизни не думала Что таким образом в первый раз Мне придется развить этот кокос Кокос, он же толстый, твердый, здоровый Как его вообще можно расколоть? Итак, правила райского испытания Блондинки поделены на 4 команды Каждая команда получает по одному кокосу Его нужно открыть, натереть кокосовую стружку Украсить ею пирожное И преподнести свой десерт ведущим Выиграет команда, которая сделает это первой Команда номер один, берем кокос Один, два, три Надо было побольше брать, его легче разбить Четыре Ну мы поняли, что кокос нужно разбить И у нас уже начал складываться план действия Как мы будем это делать Так, я беру пенек, ты стоишь молчишь А ты потом хватаешь и трешь, хорошо Итак, поехали! Поехали! Давай, 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 давай Давай, 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 давай Делайте с ним Отойдите Чтобы надо пить вот так Да подожди Ты мне на ногу наступила, дура Тут дырочка есть, надо взять вот этот гвоздик А у нас только два И забить молотком Надо в глаз тыкнуть А пол, ногами, руками давили, сидели, гавкали, прыгали на нем, кричали, психологические тесты рассказывали. Убери молодого сейчас по пальцу, сейчас по пальцу. Мне это напоминает чем-то передачи про животных. Когда нашли кокос. Давай правой. Мы действовали, как настоящие ученые-блондинологи, которым дали задачу разбить кокос. Украшайте, девочки. Украшайте пока да. Какие-то сердечки там. Сердечки, да. Да, вот я это и хочу. Давайте, креативчики, креативчики. Давай, не знаю, как-нибудь красив. А может без этой желухи как-то получится? Надо снимать эту шкуру, чтобы она нормально терлась, да. Я считаю, что у меня попалась очень слабая команда. Мне вообще с ними было очень трудно. Давай разобьем кокос. Ой, давай еще что-то. Ну, короче, ну, вообще. Красота. Они работают, мы сидим. Давай, поднимайся. Все, хватит. Все, хватит. Побежали. Так, так, так. Аккуратнее, аккуратнее, аккуратнее. Девочки, они уже все. Сначала нужно оценить красоту. Ну, что-то как-то немножко... Хаотично. Хаотично и с чешуйкой. Мы просто сделали и со вкусом. Главное, что быстро. Девочки, у них готово. Все, давайте, все отнесем. Да, все, все, все. Вот эту ставьте и все. Я хотела туда два кусочка еще положить в кокоса, чтобы можно было их сразу взять и съесть. Но как-то они были не очень красивые. Как говорится в ресторанном бизнесе, лучше тогда не подавать. А, ну вот, смотрите, а тут зато украсили. Это с миром. Но здесь творческий подход чувствуется. А вы, 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 а вы. Что вы делаете? Блондин там загонит. Тут три оставь, а тут сделай Б. Что вот это вот у тебя? Л и К, пожалуйста, возьмите. И что это? Лена и Капаш. Лакшери Козю. Лакшери Козю. Приятный лакшери. Это у Перис Филтона такие, видимо. Спасибо. Пожалуйста, приятного аппетита. Лена и Капаш нормальные, девочки. Ну прикольно. Ждем команду номер четыре. А шо, все уже отнесли? Да похрен. Делай красиво. Девочки, делайте какие-то узоры. Что-то придумайте креативное. Мы уже самые последние. Пожалуйста. Лена, да, хорошо. И вот так вот это лепит. Все это стройно. Стройно, стройно. Дамы и господа, вашему вниманию предлагается самый вкусный торт на необитаемом острове. Приятного аппетита. А это цветочек? Цветочек. Какой-то кривоватый. Это магнолия. Очень сомнительное магнолия. Я не знаю, как выглядит магнолия, если честно, но это точно было не магнолия. Это было что-то кривое и непонятное. Все четыре команды приготовили свои кокосовые десерты. И теперь пора подвести итоги. В этом конкурсе победила та команда, которая сделала это быстрее. Команда номер один. Быстрее не значит красивее или как-то оригинальнее. Хотелось бы сказать отдельное спасибо за креатив в команде номер четыре. Да, те, кто принесли вторыми, вы видите, я добавила свою изюминку в виде винограда. А я хочу сказать спасибо команде номер два. Почему? Потому что здесь ЛК мне лично понравилось. Вот так вот креативно подошли. Лена Капаш. Да. Красиво. Мы просто думали, что можно соединить с пирожным и с ведущими. Потому что, ну, не просто так же мы их угощаем. Проиграла команда номер три, потому что вы делали это очень долго, но, если честно, красоты мы какой-то тоже здесь не заметили. Дизайн тортика в нашей команде придумывала я. Я решила, что осколки ореха ничем не хуже. И решила таким образом украсить торт. Повтыкивали кокос по бокам, чтобы смотрелось хотя бы как-то. Это дизайн разве торта? Корочки вокруг? Мы могли тогда просто насыпать такую горсть кокоса и все, и вот тогда тоже был бы Юлькин дизайн. Ну что ж, с кокосами блондинки кое-как справились. Но в этом тропическом раю есть другие дары природы. Покупай, покупай! Берем вкусный, сладкий, сочный. Слушай, ты сначала напиши нормально, а? Покупай, пиши что хочешь. Девчонки, наш тропический рай продолжается. Все знают, что модель должна буквально выгрызть победу. И этот конкурс будет построен именно на этом. В этом испытании против блондинок будут играть арбузы. Конкурс с арбузами это вообще что-то. Мне так стыдно за этот конкурс. Я не знаю, как я там выглядела, но это был просто полный трэш. Как известно, в каждом арбузе есть косточки. И эти косточки нужно достать. Но на этот раз из инструментов у блондинок есть только рот. На старт! Внимание! Марш! Что там, да, вроде бы лицом в арбуз. Всем кажется, он мягкий, все хорошо. Нет, нифига. Вот эти косточки не берутся вообще. Я, по-моему, глотнула косточку. Блин, я уже столько наглоталась. Я их не ем. Я брала этот арбуз. А так зубами пыталась и туда, и ну вот так. И я вот этим носом ем, рыла, рыла, ртом, зубами. Вкусно так. Вкусно, нереально. Я их теряю. Грызи, углубляйся. Папа, спасибо за носик. Мешает. А, я уже не могу. Я чувствовала себя свиньей в загоне, а не блондинкой в загоне. Реально. И ты это все делаешь, чтобы как щетка, и потом в верхней челюсти. Мне дико стыдно, я даже не хочу даже видеть себя в кадре. Блин, девочки. У меня мало. У меня тоже отцепляется, знаешь. Клухо, рот работает. Надо учиться. Вот это да, вот это я нацеловалась. Блондинки оценивают собранный урожай. Они думают, что испытание окончено. Но это было бы слишком просто. Так победу не выгрызают. Ну что, вкусно вам было? Да. А сейчас будет еще вкуснее. Это была разминка. Сейчас вам надо будет встать и стоя доесть арбуз до конца. И выплюнуть все семечки, которые есть в арбузе. Хотели девочки поесть арбуз? Поберегите силы, меньше разговаривайте. Сейчас вам придется много работать челюстью. Я любила в детстве столовой ложкой кушать арбуз. Но вот так, чтобы прям нет никогда. Я орала, хочу фруктов. А теперь я не хочу фруктов. Я, наверное, долго не буду хотеть. Получилось так, вот жри, зараза. Так, раз, два. Берем. У меня все перемешалось в этом всем. У меня была розовая челка, розовое лицо. То есть все, все, все. Я так до Китая скоро докопаю. Держи, у меня же губы болят. Она к вам течет. Мылость арбузом называется. Зато руки качаются. Мы захлебывались этим арбузом. И косточки потом летели из носа. Мы сделали себе арбузную маску. Все. Вот теперь это похоже на настоящую арбузную битву. У меня же лицо не помещается. Язычками девки работаем. Я съела половину косточек. А пол косточки считается? Блин, съела. Ваши косточек нету. Реально нету косточек, девочка, ни одной. Неудачница. Мне кажется, что у меня косточки даже в зеленой части этого арбуза. Я вся была липкая, настолько мерзкая. И не могла открыть глаза. Они у меня слипались просто невероятно, при чем слипались. Все липкое. Руки, ноги в потеках, как будто бы какие-то кровавые следы. Глаз, наверное, текло по самые ноги. Ну, то есть я полностью была в этом арбузе. Не знаю, как. У меня много косточек, видите уже? Блин, мне в глаз попало, так тяжело стало. Я линзы, не знаю, потеряла, нет? Глаза. Боже мой, господи, я один парень в меня не влюбится после этого. Он увидит, как у тебя рот и влюбится, поверь. Да. Блин, уронила его. А можно кусать курку, а? Вот, теперь удобно. Зубы болят. Я хочу пи-пи. Я скоро увижу дно. Я в это верю. Я примерно все. Так в своей жизни своей не пила. Три, два, один. Стоп! Итак, конкурс имени Анны Семенович объявляю закрытым. В среднем косточек было собрано у многих из вас. Около 170-180, да, где-то так. Катя набрала 93 косточки. Очень много. 249 косточек набрала Викуля. А кое-кто кусала и глотала и сделала 310, Анита победила конкурс. Я даже не надеялась, что я выиграю. Даже когда назвали мое имя, я стояла, потому что я не поняла, что это ко мне. Ну не верю я, что было 310 косточек, потому что, ну как, мы выгрызли вот так вот арбузы полностью, он у нее даже наполовину не был выгрыз, и там что-то она сидела, что-то... Какое было задание, да, от ведущих, то есть есть, выездят этот арбуз, вот так и делаю. Ничего лишнего, ничего там сверхъестественного такого. Ну вот так получилось. Теперь мы знаем правила светлоголового этикета. Арбуз едят не руками и даже не вилкой. Его просто всасывают в себя. Но это не последнее, чем сегодня нас удивят блондинки. Впереди еще третий конкурс. Идите, приводите себя в порядок и готовьтесь к следующему испытанию. Ну что, я вижу, никаких следов арбуза у вас на лицах уже нет. Молодцы, вы очень быстро сумели привести себя в порядок. А в следующем конкурсе мы проверим, насколько быстро вы умеете одеваться. Традиционно блондинки примеряют наряд у зеркала. Но в этом испытании зеркал не будет. Конкурс был зашибенный. Это, как по мне, один из самых лучших конкурсов после арбуза. За воротами находится шоу-рум. В нем много разной одежды. Блондинки смогут увидеть содержимое лишь на несколько секунд. Затем им завяжут глаза. На ощупь каждая из них должна создать наряд из 10 предметов. И в чем получилось выйти на дефиле. А оценивать все это будет шоумен и стилист Сергей Пастух. Встречайте. Боже, вы как все сестры прям мои. Ну что, зададите им жару? Ну, конечно. Итак, открываем ворота. Итак, открываем ворота. Подняли ворота. Что бросилось в глаза? Это ярко-салатовое платье и венок. Я думаю, все отлично, сразу же пойду к ним. Когда я увидела все вещи, когда открыли ворота, для меня было важно найти туфли, чтобы красиво продефилировать нормальных туфлях. Три, два, один, пошли. Как мне узнят? Как мне юбочка? Кто-то обувь нашел. А где-то бусы какие-то есть. Девочки, я нашла два платья. Одна туфля считается как одни. Пара туфлей считается как одни. Девочки, кто аксессуары где нащупал? Девочки, кто-то уже что-то одел. Что это за платье юбочка? Что это такое? Одежду я выбирала, а как попало. Вот куда иду, там и беру. Я вообще не понимала, куда идти. Я понимаю, что девочки все пихаются, кто-то уже толкается. Я уже всех от себя. Еще не знаю, даже сколько на мне вещей. Мне нужен пакут, замки тоже есть. Иначе у меня ничего не находится. Девочки, два платья кому-то надо. Девчонки помогали, мы там друг другу кричали. Ой, девчонки, есть у кого-то куртка. Ой, девчонки, есть у кого-то юбка. И мы друг другу по возможности как-то там на ощупь перекидывали, перещупывали. Есть, девочки, куртка? Куртка на мне уже проймена. Кто готов, идите на голос. Куда идти? Сюда. Три, два, один. Бросили все вещи, которые не одеты на вас. В том числе и те, которые в руках. Ну а теперь приглашаем вас на дефиле. Встречайте, мировая коллекция блондинок в загоне три. Если у меня здесь пятнышки, я буду какой-нибудь леопардовой кошкой из отряда питоновых. Леопард уже прошлый век. А кошечка тоже, по-моему, прошлый век. Женщина-кошка семейства леопардовых. Что она ковыляет как-то, нет? Хоровая дворовая кошечка. Это пин-ап стайл, я бы даже сказал, намек такой. Самое главное, туфли запасные. Если сломается каблук, то сразу у нее бишь батарея. Не, ну туфли, кстати, хорошее решение. Девушка Бонда. С таким же невозмутимым лицом. Она с нового года так и не переодевалась, походу. Корпоративчик перетек в трудовые будни. В принципе, в этом сезоне модные не шмутки, а модные люди. Я оцениваю больше, как модели подают себя, а не шмутки. Вам даже, наверное, Донателло бы не помогла. Почему это? Не знаю, это мое мнение. Прототипу неудачному Зверева не понравился мой наряд. Ну, это, собственно, его проблема, мне он тоже очень не понравился. Такая на стиле, на стиле, смотри. У меня нет слов, великолепно просто. Такой этно-стиль мне очень нравится. И розовый цвет – это цвет счастья. Очень круто, молодец. Чувство, интуиция хорошие. У Али наряд мне понравился очень сильно. Я не знаю, как она так смогла подобрать. Ей очень повезло, что я нашла этот венок, реально. Если бы не было венка, образ был бы... Туфли, видите, нашла вслепую, одинаковые. С красной подошвой. Все как можно. Ой, ну спасибо уже. И так, и так. Спасибо. Они как все знали, что мой любимый цвет – это розовый. По-моему, победительница Мисс Автовокзал 2014. Мне нравится ручка, подожди, какая. Что же, блонд, левая или правая? Левая. Левая, очень. Юбка, она вообще просто выбивается из этого стиля. У меня такое впечатление, что я вообще в курятник какой-то попал. Тут все выбивается из стиля. Такая еще папироска, да, вот такая бандерша. Вот, я ожидал этот веер. Смотрите, у нее одна джинса одета, а вторая заправлена. А у меня есть такие, кстати, брюки от Кавалли, кстати. Это вот, кстати, даже сейчас можно взять на вооружение. Это прикольная идея, между прочим. Такая внутренняя интуиция, потому что, когда я с тебя сняла повязку, на мне такие классные цветастые штанишки. Веер нашла тоже. Боже, как я была этому рада. Кот Бразилио, перемешку с сестрой Алисой какой-то. Непонятная вообще. Это же был ужас какой-то. Это французский Дед Мороз, который... Который поехал в Бразилию отдыхать. Она тоже после корпоратива, шапка осталась еще. Загульные девки-блаждинки. Так вот вы какая, Жанна. Ну, платочек оригинально синий, да? Берет такой. Это первый в мире кожаный памперс. Но в целом очистить правую ногу и будет практически даже ничего. Она сегодня показалась Жанной Агузаровой. Это был новый стайл. Я, честно, в таком амплуа ее еще не видела. Ну, видимо, и так повезло с вещами. Но у него вообще, честно говоря, пусть не очень-то. Ой, так нам в запад. Это Зорро приехала. Такое на подиуме часто, в принципе, можно увидеть, но мне не нравится. Главное, смотри, сжатая грудь. Не, на модели все-таки унисекс, как бы. Надо было в такой ковбойской шляпе сделать какую-то такую другую подачу. Больше экшена. Почему так скучно? Я вот никогда не догонял, потому что розовый цвет с красным не сочетается. Но сейчас я вижу на многих показах вот такое. Как вам нравится? Учитывая то, что все-таки такая яркая жилетка, то может быть. Ну, модно, но вот каблы хотелось все-таки большие. На каблуках лежи модель. Но надо было лучше искать. А, в общем, очень круто. Ты в тренде. Я была удивлена, что я на ощупь нащупала розовую юбку даже. У меня был самый яркий, гармоничный образ. Это тренд сезона. Висячий кабл. Ну, не было таких на показе, кстати. Я не видел такого еще. Наверное, будут. Я вот возьму такую идею себе на вооружении. А вообще очень просто. Как будто в школу нарядилась, честно. Не на показ. Такая леди гага. Нижний опарок. Классные очки. Мне нравятся. Такая модная форма. В тему нашла то ли юбку, то ли платье по фигуре. И в цвет попало. Наряд подбирала, чтобы видно было татуировку. И волосики нарощенные мне нравятся. Катарина. Костюм мне понравился. Очки классные. Он такой был стильненький. Ну, она вообще стильная девчонка. Сити бич клаб. Такой по нами срочно в песочнице. Но главное, есть сочетание цветов. Это платочек на голове и вот этот платочек на, извините за выражение, талии. Вот подача такая модельная. Я не могу оценивать одежду, потому что такая улыбка. Ты смотришь только в эту улыбку. Нужно быть не модным, а стильным. Вот что. Там и ремень в тему, и бродяга такая на голове. Кипом. Видите, все-таки модно будет розовый с красным. Недаром они так одевают. А, я поняла. Это вообще свадьба у нее. Это подвязка. И черная шапка вместо белой фаты. И череп. Я черепа не ношу вообще. Мне нравится. Я увидел череп. Все, не мое. Что мне нравится, что видно шикарные волосы твои. Красивые. Все впрятали под какие-то штуки. А у тебя красивые волосы. А наряд, конечно, ужасный. Ну, я себе такое придумала. Костюм-узелок. Я подзавязывала узелки и как бы все. Узелки. Ну, узелки, да узелки и что. Ну, можно она просто этого как-то удачно обыграла. Но тоже особо ничего такого мне не понравилось. Сергей, мы ждем вашего вердикта. Ну, честно говоря, мне понравились все, потому что я в жизни одеваюсь примерно так же, только дорого. Но хочу как бы выделить вот вас, вы, Детелера. Ну, вот ваша подача была креативная, яркая, такая безумная, запомнилась мне. Но одеты вы, даже я бы не сказал, что это деревенский гламур. Вот так одеваться нельзя. Мы все прекрасно понимаем, что так одеваться нельзя, как бы. Самое главное, это было донести свой образ, показать. И у меня это получилось. Я довольна, что он меня выделил среди всех в этом плане. Я этого и добивалась. Ну, а теперь о хорошем. Алия, этот венок, аксессуар очень классный. Вы молодец. Вы почувствовали стиль даже, ну, с закрытыми глазами. Это у вас талант, наверное, к этому. Я сама не ожидала. Вот когда мне уже сняли повязочку, я когда посмотрела в зеркало, я подумала, как же удачно цветовая гамма подобрана просто восхитительно. Сергей, ну вы как истинный стилист и ценитель моды даже вот в этом хаосе разглядели что-то красивое. Поэтому спасибо вам. Спасибо. На этом наше испытание окончено. И мы с вами увидимся уже на вечернем совете. У нас сегодня был райский день. А из рая, как вы знаете, выгоняют тех, кто посягает на святое. У вас сегодня было все в порядке, но не у всех. Сегодня в зону риска попадают... Моля. Юля. Лера. Лера, начнем с тебя. Сегодня на показе, по мнению нашего эксперта, ты была худшей. А мы доверяем и слушаем наших экспертов. Хотя до этого у тебя была достаточно неплохая репутация. Поэтому твоя борьба окончена. Я стояла сзади ее, я видела, как у нее пальчики. Я так переживала, она переживала, действительно. Твоя борьба окончена. На сегодня. Ты остаешься. Когда она сказала «на сегодня», я вздохнула. Меня обняли, все хорошо пошла, стала на свое место. Но я тогда еще не понимала до конца реально, что только что произошло. Юля, ты знаешь, мы долго за тобой наблюдали и заметили, что ты выбрала, причем сознательно, тактику золотой середины. Да, золотая середина – это равновесие. И мы действительно долго наблюдали, куда же ты пойдешь от этого равновесия. Вперед или назад. Мы решили, что ты движешься назад. А нашему проекту такие участницы не нужны. Ты уходишь. Общения с нами у нее не было. Она была сама по себе. И этим самым она, может, хотела выделиться, но у нее, честно, это не очень получилось. Наверное, наоборот, чуть-чуть слегка оттолкнула. До встречи. Пока. До встречи. Моля, вернись, пожалуйста, на место. Ты помнишь, за что ты попала в зону риска в прошлый раз? За шоколадку. За нарушение дисциплины. Я тебе хочу сказать, что сегодня ты попала в зону риска по этой самой причине. Я знаю, что ночью был нарушен режим. И после команды отбой, несколько девочек, в том числе и ты, громко разговаривали, смеялись и мешали другим. Поэтому, благодаря тебе и компании, вы снова оштрафованы. Но уже не на 10 тысяч, а на 50 тысяч. В конце проекта мы выдаем. Так что в проекте ты остаешься. А почему из-за меня? Вы же сказали, из-за компании. У нас в компании было 5 лет. А почему из-за тебя? Потому что ты уже второй раз нарушаешь порядок. Я думаю, что это не случайно, что ты оказалась в этой компании. Поэтому встань на место. И я хочу тебе сказать, что мы ждем новых ошибок от тебя, в частности. Совершай ошибки. Еще 100 тысяч забери. Забери, Моля. Давай, 60 штук забрала уже. Спасибо. Мы с утра до вечера здесь. Так тихо! Да, только что говорили о дисциплине. Вечерний совет окончен. Правильно сказала сегодня Лена по поводу золотой середины. Возможно, неправильно сказала по поводу того, куда я движусь. Я еще не решила для себя, куда двигаться дальше. Назад или вперед. И поэтому я не думала, что именно сегодня, да, именно на этой неделе я отправлюсь домой. В большой спальне Юля в одиночестве собирает вещи. Все девушки остались внизу. Там разгорается опасный конфликт. Я что такого сделала, девочки? Я одна была, что ли? Я утром начала вот эту тему. Если бы ты утром эту тему не подняла, вот этого всего не было. Эта дисциплина, вот эта вся поднялась тема, да интервью опять дошла. Опять мы обсуждали на интервью. Моля, моля, моля. Это мне надоело. Просто я выгорела ей все, что я ей думала. Что я думаю про ее белье, что я думаю про нее вообще. Марусь, когда тебя отбудят другие девочки, почему ты с ними не скандалишь? Ты мне скажи. Иди со всеми. Иди со всеми. Девочки, я хочу б***ть. Так. Кто материл? Я материла, что ли? Кто это говорит? Я материлась? Я так не говорила. Все б***ли. Не было такого слова. Все слышали. Мы на нее из-за чего налетели? Потому что она сама так относится к нам. Она негативно всем отвечает. Всем. Я конкретно ничего такого не делала. Ну стоит, блин, 15 человек. Что ты этого не делаешь, если ты это реально делала? Это все подстава. Многие девочки на этом проекте, в проекте меня недолюбливают. Потому что я самая сильная была на этом проекте. Все, мне не нравится этот к***т проект всем к***т. А ты здесь не могла сказать это? Пока Моля сбежала наверх, остальные девушки наконец-то вышли проводить Юлю. У меня жизненная кредо очень интересная. Быть не первой, а быть лучшей. Но в этом проекте я желаю вам всем быть и первой, и лучшей. Одна конкурентка уехала. Теперь пришло время окончательно разобраться с другой. Вот смотри, все против за меня. За что? Я не против тебя, я у тебя есть, ты понимаешь? Алиас, это еще моя вина. Они просто хотят от тебя, понимаешь, чтобы ты с ними так усю-пусю вот это. Мы хотели нормально вообще. Мы все этого хотели. Я по своей воле ухожу из этого проекта. Все? А что на лизы? Потеряв просто 60 тысяч, ты теперь собралась уйти. Надо было п***ть все бабки, чтобы потом уйти. Как можно столько людей настрой против себя? Разве мы так к тебе относимся? Или ты так сделаешь, чтобы мы к тебе относились? Ты вообще не в моих интересах. Смотрите ровно через неделю. Некрасиво это на одну девочку нападать все. Хочется как-то поговорить о другом? Моля, 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 моля. Хочется от этого каждый раз просто, я извиняюсь, блевать. Она суперзвизда. Сэн, малыш, что они о тебе хотят? Даже боюсь представить, что я там говорила и как я выглядела в тот момент. А я орю девочки посредине, посредине. Сэн! Сэн! Субтитры создавал DimaTorzok